Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести и через интернет. Несколько относятся к профилактике и лечению заболеваний органов дыхания. Лечение можно проводить как средствами официальной медицины, так и средствами народной медицины. Используя физиотерапевтические процедуры, правильное питание, правильное дыхание, правильное употребление воды, правильное движение. Но! Очень важно правильно сопровождать такую группу заболеваний как острые респираторные вирусные инфекции. Или сокращенно ОРВИ. Среди которых самое коварное и опасное не только осложнениями но и летальными исходами грипп. Но грипп опасен для тех, кто считает, что организм способен сам справиться с этой инфекцией. И реально только ваш организм, только ваша иммунная система способна самостоятельно справиться с этой опасной вирусной инфекцией. Но! Без осложнений! Только при создании для нее комфортных условий. Если вы свой организм поставили в комфортные условия в случае не самого простого заболевания, у вас больше шансов вылечиться без осложнений. Если же условия будут не самые комфортные, вероятность развития осложнений, в том числе и с летальным исходом, появляется. Грипп не относится к инфекциям с нулевой летальностью. К сожалению, от гриппа умирают. И очень важный вопрос. Температура тела – это индикатор того, как протекает инфекция, инфекционный процесс в вашем организме, и насколько хорошо справляется с этой инфекцией ваш организм. И если температура повышается чрезмерно высоко, у детей выше 39, у взрослых выше 39,5 градуса по Цельсию – это один из первых признаков развития осложнений. И с такой температурой важно правильно справляться, правильно ее сбить. Быстрее либо медленнее. Но! Сбивать нужно правильно! Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете как же правильно сбивать температуру, если вирусная инфекция в вашем организме начала свою работу. Когда в организм человека проникают возбудители острых респираторных вирусных инфекций – нормальная ответная реакция организма – повышение температуры тела. Если температура тела при этом находится у ребенка в диапазоне 38-38,5 градуса по Цельсию – это говорит о нормальной ответной реакции организма и правильном сопровождении вирусных инфекций. Результатом чего будет выздоровление с выработкой надежного иммунитета и без развития осложнений. Если же температура повышается более значительно и у ребенка находится в диапазоне 38-39, а у взрослого 39-39,5 градуса, это мотивировать должно на ревизию той помощи, которая оказывается больному человеку и внесение специфических корректив для возврата температуры в более безопасный диапазон и в ожидании того, когда организм выработает надежный иммунитет и температура тела снизится самостоятельно. Если же температура стремится подняться более высоко, вероятность осложнений повышается. И я понимаю желание тех, кто хочет быстро сбить температуру. Но! Температуру тела важно сбивать правильно. И как это делать быстро и безопасно, вы узнаете прямо сейчас. Как быстро сбить высокую температуру ребенку либо взрослому? Нужно выявить те факторы, которые могли способствовать ее повышению. Дети при инфекциях часто плачут, кнычут, капризничают. Иными словами, находятся в состоянии эмоционального стресса. Если вы найдете способ успокоить ребенка, это будет самая лучшая жаропонижающая таблетка. от действия которой температура тела снизится на полградуса, а то и на градус. И ребенок опять попадет в комфортную зону для выработки иммунитета. Если в состоянии стресса находится взрослый человек и боится, что его теперь уволят с работы по причине болезни, то не лишним будет напомнить, что здоровый специалист нужен и на той работе, которая есть и возможно на той работе, которая будет. А вот больной человек вряд ли найдет новую работу и скорее всего потеряет старую. Далее нужно оценить уровень двигательной активности. Часто при гриппе ведут более активный образ жизни, чем строгий постельный режим. А работающая мышца дает повышение температуры тела. Спортсмены это знают. При интенсивной тренировке температура может подняться до 38 градусов и более даже у абсолютно здорового человека. Но! Одно дело, физическая нагрузка подняла температуру у здорового человека. Другое дело, когда исходная температура была уже повышена и добавилась физическая нагрузка. В этом случае более строгий постельный режим приведет к автоматическому снижению температуры. Дальше нужно оценить, сколько жидкости попадает в организм человека. И вспомнить, когда последний раз употреблялась вода. Количество? И оно известно. Две сонтных ладошки – это мерка для каждого. И этот объем воды человек должен употреблять в худшем случае каждый час, в лучшем случае каждые полчаса. Индикатор достаточного количества воды в организме – температура тела не пойдет слишком высоко. А кожа на ощупь не просто горячая, она еще и влажная. Если кожа сухая, если количество мочи начинает снижаться, и вы забыли, когда человек последний раз вставал, чтобы опорожнить мочевой пузырь – это индикаторы того, что количество жидкости в организме недостаточное. И организм естественно будет перегреваться. Более того, если вы все же решили каким-то образом более агрессивно снизить температуру тела, принять жаропонижающие, то хотя бы за полчаса вы должны одну-две порции воды в организм внести. Жаропонижающие работают очень просто. Идет потогонный эффект. Иными словами, из сыворотки крови выжимается вода, и она уходит через потовые железы. Испарение воды дает снижение температуры тела. Но! Если у человека слишком высоко поднимается температура у ребенка выше 39, у взрослого выше чем 39,5. Это говорит о том, что воды свободной воды. В кровеносной системе крайне мало. Воды не хватает на охлаждение организма. Поэтому пошла температура. Скорее всего воды не хватает на очищение крови. Поэтому мочеиспускание становится большой редкостью. И самое неприятное. Воды не хватает на разжижение мокроты. И в этом случае могут возникать самые опасные для жизни осложнения со стороны органов дыхания. А именно пневмония. Причем сливная пневмония блокируется громадная дыхательная поверхность. И в этом случае вероятность выхода из инфекции с инвалидностью достаточно велика. Поэтому если вы хотите снизить температуру какими-то жаропонижающими средствами. Неважно. Это растительного происхождения. Липовый цвет заварили. Либо ромашку. Либо калину. Малину. Либо вы принимаете синтетические препараты. Несущественно. Перед этим должен зайти объем воды. Достаточный для того, чтобы попав в кровеносное русло. Выделиться через кожу. Охладить кожу. И снизить температуру тела. Но! Жаропонижающими нужно правильно пользоваться. Чтобы снизить температуру тела в правильный диапазон. А именно для детей диапазон 38-38,5. Для взрослых 38-39. Потому как находясь в этом диапазоне. Температура работает как шикарный антибиотик широкого спектра действия. И самый лучший иммуномодулятор. Который помогает в иммунной системе быстрее выработаться. И нужному количеству интерферонов. И нужному количеству антител. Для того, чтобы вирусная инфекция закончилась с выработкой иммунитета. И без осложнений. Если вы переборщили. Если вы слишком быстро сбили температуру тела. И она упала ниже 38. И далее не поднялась самостоятельно. Вероятность развития хорошего надежного иммунитета. Она будет. Но иммунитет будет развиваться медленнее. А вирусная инфекция иммунитет подавила. Вероятность развития бактериальных осложнений в этом случае появляется. Поэтому температуру нужно сбивать правильно. Если вы хотите облегчить состояние человека. То можно использовать местные наружные жаропонижающие средства. А именно берете водочный раствор. То есть водку взяли. Либо взяли разведенный пополам обычный столовый уксус 9%. Развили пополам с водой. Смочили ткань. И хорошо положить на лоб. Испарение с поверхности кожи дает местное снижение температуры. Мозг работает лучше. Человек становится более адекватным. В плане исполнения других рекомендаций. А дальше питье. А дальше контроль других параметров. Которые помогают сопровождать правильно эту инфекцию. Конечно можно снизить температуру и более агрессивно. Делают такие же компрессы не только на лоб. Но и просто заворачивают человека. Температура может снизиться. Но перед тем должна зайти опять-таки вода. Чтобы патагонный эффект был не выжимание. последних капель воды из кровеносной системы. С резким увеличением вязкости крови и нагрузки на сердце. А с трафиком воды из пищеварительной системы через кровь к потовым железам. В этом случае патагонный эффект происходит безопасно. И температура снизившись несколько. Она будет продолжать повышать вашу иммунную защиту. А не способствовать развитию бактериальных либо вирусных осложнений. Температуру нужно снижать правильно, постепенно. А лучше контролировать ее теми простыми средствами и методами, которые есть. Потому как температура появляется, повышается. Благодаря одному процессу. Организм меньше тратит энергии на работу клеток. А больше на поддержание высокой температуры. Чтобы побыстрее выработать иммунную защиту. Этот процесс нужно сопровождать правильно. Как это делать правильно? У меня не одно видео. Наверное уже больше 10 видео посвящено разным аспектам правильного сопровождения вирусных инфекций. Начиная с первых признаков развития вирусной инфекции. Такие видео есть на канале. Первая помощь. Как она должна оказываться больному человеку. Первые признаки осложнений. Одно из которых чрезмерное повышение температуры тела. А есть еще увеличение частоты пульса. Увеличение частоты дыхания. Исчезновение мочеиспускания. Изменение краски кожи. Потоотделение. Много признаков есть. Наберите. Не поленитесь. Такое видео есть на моем канале. Лишней информации это не будет. Потому как ошибки нужно лучше не совершать. А если вы их совершили. Нужно максимально быстро ее исправить. Потому как цена очень высока часто. Это уровень здоровья. А в некоторых случаях и жизнь человека. Поэтому нужно правильно сопровождать. Не игнорировать возможность оказания помощи правильной своему организму. А правильно сопровождать вирусную инфекцию. От первых ее признаков появления в вашем организме. Ведь вас интересовать должна не высокая температура. Вас должен интересовать иммунитет. Который выработается через 3-5 дней после начала развития вирусной инфекции. Ваша иммунная система выработала нужное количество антител. И инфекцию поставила в разряд укращенный. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И пока вы думаете поставить лайк на это видео. Кому-то возможно я сохраню здоровье этой информацией. Кому-то возможно и жизнь. Возможно вы хотите поделиться со своими сотрудниками этим видео. Чтобы они тоже знали как правильно сопровождать и как правильно сбивать высокую температуру тела. А я подумаю какое еще видео написать на темы здоровья и активного долголетия для вас. До новых встреч на моих каналах. Чтобы вы не потерялись и вовремя увидели следующее видео. Не забудьте подписаться на мой канал. Тогда ссылочка о том что видео появилось на моем канале окажется у вас в почте. И вы просмотрите его в любое удобное для вас время. До новых встреч на моих каналах. Субтитры сделал DimaTorzok